Избави нас от гладогубительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения на племенных и междоусобной брани, и от напрасной смерти, и от нападения вражья, и от литворных ветер, и от смертоносной язвы, и от всякого зла! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Блин, когда все это закончится, ты осторожней, сын. Хороший сын, ты говоришь, что ты? Хороший сын тебя под летом назад. Я свою мать покойную поприжу на сушу. Я свою мать покойную поприжу на сушу. Буртик там? Да. 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 Так выпьем, ребята, за друга солдата, что руку подал в небеса. Жена? Нет, сана. А где твоя жена, Серега? Ой, у меня никогда и не было. Моя жена далеко. Скажи, я еще не на шок. В будущем. На шок просто не поддается. Ой. Не поддается. Как говорится. А ты что, прям так в брак хочешь? Ты поверь, братан, хорошее дело браком бы не назвали. Вот я по этому принципу прожил сколько и нормально. Что от меня требовалось, я сделал. Я только еще дерево не посадил. Вот она дерево посадила. Здесь и время по другому идет. Да я по первые дни вообще не знал, какое чувство. Да, первые дни вообще просто. Катится, да. Сейчас пишется новая история. Эту историю будет изучать мой сын. Мой сын у меня спросит. Папа, а ты чем занимался? Это уже историю писали. А папа расскажет, как было на самом деле. Три месяца детям, детям. Молодые отцы собрались. Сын взвода. Ленчик, ты кушал сегодня? Сегодня да. Точно? Сегодня да. Смотри мне. Алло, здравствуйте, Раиса Петровна. С вашим сыном Виктором Валериевичем все хорошо. Алло, Велина Степановна. Здравствуйте. С вашим внуком Ярославом Александровичем все хорошо, не переживать на него. Да, вечером позвать мужчину. Всего доброго. У меня дед умер. У меня дед умер. У тебя умер. У меня дед умер. У тебя умер. Я человека убила. Подожди. У тебя умер дед, и ты убила человека. Ну, это уже проблема. Молитвы за родственников, за живых там. Да их, в принципе, так скажем, на все случаи жизни. Умер. 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 А потом эти стимперы используются противоамериканские. В черте города, не задумываясь, куда они попадут, они первый раз в руки его возьмут и будут стрелять из него. Они понятия не имеют, как с ним обращаются. 48 должен быть. Не-не-не, ты не мешай, ты командир орудия, в сторону становись. Уровень какой? 30-10. Уровень, ты слышал, выставил, нет? Ну, 30 выставил. 30-10. 30, вот. Еще раз смотришь, правильно ты делаешь? 47, 47, 87, да? У тебя снова ошибка. Ты идешь в 46. Подожди, 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 мне, блядь, нутую робу. Что не сказали в коробу? Перерыв. Это не тебе, блядь, нутую робу. Что не сказали в коробу? Перерыв. Да, поесть ли там чаю? Я понял. Я его пробиваю, господи. Да, открывай. У нас учение. А ты, говоря, привезли. Учи, на***, уси, учи. Там. Да, куда? Субтитры делал DimaTorzok Здесь вообще стёкла валялись, вот это что-то, ковёр висит, окно забили, что-то недуго, дырчик, слой поставили. Нам главное, что электричество, хоть рация есть, зарядить. И сухо. И сухо. Потому что до этого было и трое суток, жильтасно сначала по полям, возле костров спали, погалили, успешную компанию наступательную. Дай, давай. Дай, давай. Дай, давай. Дай, давай. Что ты? Ну конечно, я ж не прописал. Всё. Всё, маме привет, сердце милый, люблю. Она, короче, говорит, ну чё ты, говорит, уже поедешь домой, говорит, оставайся у меня. Ну так вот и остался. Остался, что в прошлом году мы 10 июля на день рождения командира подразделения свадьбу сыграли. Или два штуки потерянных, блин. Держи. Не-не-не, пока давай, пока нужен. Ну что, нужен? Ну что, нужен? Каждача быстро. Каждача будет завтра. Ну, или по этим шансам поставить. Не, я решу, что в центре подостали снизу. Не-не-не, не-не. Крепливайся. Тебе, ну. Пошли смс-ку с моей мобилкой. Куда? Сюда, ко мне вниз. Сейчас, ну. У меня командир скинулась, вырабатывает уже с мамочкой. Папа уезжал, папа сказал, дай-ка следи за бабушками, за мамой. Оставил его за старшего. Перед командой. Эй, ты че ты? Ау, ау. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Рассказывать ему там за звездное небо, еще там за что-то рассказывать, он засыпает. Таким тоном монотоном он ему рассказывает и качет, он спит. Ты засни поскорей будет месяц ладонь, охранять твой покой. Будет море прямой, песни петь на томой. Ветер же, как мать, колыбельку качать. Ветерок, же, как мать, колыбельку качать. Какой-то такой сон тревожный. И я подумала, думаю, ну как же его достать. И зову его Асик, Асик, и кэс-кэс. И все. А он кричит, смотрит, а я его кэс-кэс. Вот и вроде как уже сама в воду вступила, уже думаю, может он не будет бояться ко мне плыть. И потом он вдруг замолчал, опустил эти передние лапы, так вот как обычно кошка сидит, поджалок вернее. И вот покачиваясь на волнах, вот так он и качается, 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 и я проснулась. И думаю, какой-то сон. И после этого, где-то дней через 10, может недели-две, уже не помню, он просто пропал у меня из дома. Вместе со мной вышел и не вернулся. Как я его не ждала, соседей просила. Мы ходили здесь, гаражи во дворе, думал, может где-то кто-то закрыл, там нечаянно заскочил, может где-то еще. И параллельно, вот буквально в течение этого, ну может месяца, когда это все началось, кроме него еще две кошки пропали в нашем доме. Тоже их искали, но бесследно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok